Он открывает, что Иисус Христос, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Мы видим, что Иисус Христос пожертвовал своей божественной жизнью для того, чтобы спасти наши жизни. Он пришел на нашу землю, родился через Деву Марию, Он ходил среди нас, Он прожил праведную, святую, безгрешную жизнь. Он помогал людям и открывал имя Творца, Отца нашего Небесного, как любящего, как справедливого, как святого, как того, кто хочет спасти грешного человека. И Он свою любовь доказывает тем, что послал в мир Спасителя Иисуса Христа. И тот, кто уверует в Иисуса Христа, кто примет через Него это прощение грехов, кто придет, кто покается в своих грехах, оставит их, последует примеру, который оставил Иисус Христос, тот будет иметь вечную жизнь, которая лежит в познании Бога и посланным им Иисусом Христом. Все начинается с покаяния. Жизнь вечная, она начинается с нашего покаяния. Это не Гавайи, не Пальмы, не моря какие-то, как мы представляем себе рай, это совсем другое. Бог — это все, что нужно человеку. Познание Бога. И Он лучше всяких Гавайев, лучше всяких Пальм, и лучше всего того, что человек видел в этом мире, и представить себе только может то, что он видел в этом мире. Бог намного лучше. Слово Божье говорит, что не видел того глаз, не слышало того уха, что приготовил Бог любящим Его. Ответьте на любовь Божию. Он протягивает к вам руку и стучит в ваши сердца и говорит, что хочет простить вас и дать вам спасение. Потому что наша жизнь, она на ладони у Него. Он знает все наши тайные и явные дела. И когда человек заканчивает жизнь на этой земле, он предстанет перед Богом, где ему будут высвечены вся его жизнь. И человек не будет иметь оправдание. Но для того, чтобы было это оправдание, нужно принять Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. Бог может принять в свою святость только святое. И свято прожил эту жизнь только Иисус Христос. И эту святость Он дарит всякому, кто к Нему придет. Друзья дорогие, время коротко. Дни лукавы. И Слово Божье говорит, что в последнее время уже пришло, что Иисус Христос Он грядет. Что Он грядет со тьмами ангелов для того, чтобы судить эту вселенную. И тот, кто не принял Его, тот не будет иметь этого оправдания перед всемогущим Богом. Наша жизнь, она не вечна. Человек умирает. И живет он на этой земле 70, 80, ну максимум 120 лет некоторые доживают. Потом каждый предстанет пред Богом и даст ответ за то, что Он делал в этой жизни, живя.